Я, конечно, не теоретик, а практик, поэтому весь мой доклад будет посвящен практике рассмотрения гражданских дел. Наследуя имущество, многие даже не задумываются о том, что наряду с имуществом, благами материальными, они приобретают и долги, которые возникли при жизни наследодателя и не могут быть прекращены в связи с его смертью. К обязательствам, которые не прекращаются после смерти должника-наследодателя, относятся все имевшиеся у него к моменту открытия наследства обязательства, за исключением тех, исполнение которых не может быть произведено без личного участия должника, либо обязательства, иным образом неразрывно связанные с личностью должника-наследодателя. К таким обязательствам относятся алиментные обязательства и обязательства вследствие причинения вреда жизни или здоровью. То есть, когда наследодатель умирает, алиментные обязательства по ежемесячной выплате алиментов прекращаются. Но существует практика, когда после смерти наследодателя те долги, которые возникли при жизни наследодателя, они, соответственно, остаются и наследники, принявшие наследство, соответственно, по таким долгам могут отвечать, в том числе по неустойке, которая была начислена судом при жизни наследодателя, за то, что наследодатель не вовремя оплачивал алименты. Принявшие наследство наследники должника-наследодателя отвечают солидарно. Они становятся солидарными должниками, но при этом каждый из них, несмотря на то, что они солидарные должники, отвечают только в пределах той стоимости наследственного имущества, которое получил каждый из наследников. Под долгами наследодателя, я уже говорила, понимаются все денежные обязательства, независимо от срока их наступления, а равно от времени их выявления и осведомленности наследников о том, что у наследодателя при жизни имелись долги. При отсутствии либо недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью либо в недостающей части наследственного имущества. Стоимость перешедшего к наследникам наследственного имущества определяется на день смерти наследодателя И не изменяется независимо, если даже ко дню рассмотрения спора с судом эта стоимость увеличится либо уменьшится. То есть все имущество наследодателя оценивается ко дню смерти, но только по делам, которые связаны непосредственно со взысканием долгов. Если же речь идет о разделе наследства между наследниками, там стоимость наследственного имущества, то есть если долгов нет, а спор возник только, чтобы разделить это наследство в натуре между двумя-тремя, неважно сколько наследников, тогда стоимость наследственного имущества определяется на день рассмотрения дела судом. Это положение содержится в пленуме Верховного суда 29 мая 2012 года номер 9. При рассмотрении дел данной категории юридически значимыми обстоятельствами, подлежащими установлению, являются определение круга наследников, состав наследственного имущества, его стоимость на день открытия наследства, а также круг кредиторов и размер задолженности, подлежащие взысканию с наследников. В судебной практике очень часто, особенно сейчас, когда наше население сильно закредитовано, встречаются случаи, когда наследники принимают наследство, фактически в юридически значимый период принимаются меры, свидетельствующие о том, что они фактически наследство приняли, но к нотариусу не обращаются. Тогда кредитор не имеет возможности, допустим, банк на стороне кредитора, он не имеет возможности определить, кто же из наследников принял фактически наследство. Тогда кредитор обращается в суд и в качестве ответчика он указывает наследственное имущество умершего наследодателя, то есть не фамилию, имя, отчество должника, как мы все привыкли видеть в исковых заявлениях, а пишет фразу «наследственное имущество должника такого-то». И, исходя из этого, когда поступают такие дела, суд для установления круга наследников, как правило, истребует сведения с последнего места работы наследодателя, если оно известно из пенсионного органа. Если, например, наследодатель по возрасту или состоянию здоровья мог являться получателем пенсии по старости, либо по инвалидности. Также сведения из банка на случай, если имелось распоряжение по дню смерти выдачи денег со счета. Таким образом, фактически можно установить наследника соответствующей очереди, как правило, первой очереди, если нет первой наследников, второй очереди, кто же из наследников принял наследственное имущество. Но бывают, возникают случаи, когда наследство не принял ли кто-то из наследников, тогда это имущество становится выморочным. И выморочное имущество по закону Российской Федерации вправе наследовать Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, города федерального значения и муниципальное образование. Что касается выморочного имущества и наследников, которые в лице государственных органов, муниципальных образований, здесь ситуация обстоит следующим образом. Все движимое имущество, а также недвижимое имущество нежилого фонда, земли, за исключением земель сельхозназначения и земель, которые необходимы для обслуживания жилого дома, наследует Российская Федерация в лице его органа Росимущества и его территориальных органов. Имущество в виде жилых помещений, земельных участков на территории городских округов, населенных пунктов, соответственно, наследуют города федерального значения, на чьей территории находится такое имущество, и муниципальное образование. С выморочным имуществом все то же самое. Определяется также его стоимость на день смерти, и, соответственно, государственный орган, либо муниципальное образование выступает ответчиком в суде, с него взыскивается в пользу кредиторов задолженность, которая не может превышать рыночную стоимость имущества наследодателя, соответствующего по дню его смерти. Государственные органы не могут отказаться от принятия наследства, то есть они автоматически, если устанавливаются в процессе рассмотрения дела, что имущество имеет признаки вымороченного имущества, они привлекаются, становятся ответчиками, отказаться они не могут принять наследство, и им не нужно специально обращаться к нотариусу для принятия наследства, и, соответственно, здесь не идет речь о сроках, пропущен ли срок, установленный законом для принятия наследства или нет. Подводя итог, готовясь к настоящему выступлению, я для себя решила, поняла, что, в принципе, такое правовое регулирование позволяет защитить как права наследников по долгам наследодателя, потому что стоимость имущества определяется ко дню смерти, и даже если она впоследствии будет увеличена, эта стоимость, ну, скажем, там, жилое помещение стоило миллион рублей ко дню смерти, а спустя три года, когда объявились кредиторы, это же имущество стало стоить пять миллионов, ну, например, да, так утрировано. То есть наследники, они в любом случае будут отвечать в пределах миллиона рублей. Если долгов было выше этой суммы, значит, будет взыскан только миллион рублей, а в остальной части будет прекращено за невозможностью взыскания. Также защищены права кредиторов, поскольку законодатель предусмотрел, что если у нас граждане, наследники не приняли наследство или отказались от него по какой-то причине, то тогда это имущество примет государство, его государственные органы, и, соответственно, будет произведено взыскание за счет этого наследственного имущества путем обращения непосредственно уже решением суда взыскания на это имущество. У меня все. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, к Любови Леонидовне. Да, пожалуйста. Можно? Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. За счет государства зарегистрировали, поскольку вроде как у нас никого уже нет, но в то же время, по сути, вот этот гараж, который зарегистрировали в него, он как бы выключается. И в отношении этого гаража там потом начались всякие незаконные действия, знаете, и чисто начали книжки там всякие переписывать и так далее. Как вы думаете, в подобной ситуации, если выявляется имущество, которое фактически должно попадать в конкурсную массу, и за счет которого должно повторяться требование добросовестного взыскателя, вот в данном случае у нас добросовестный взыскатель как раз остался без ничего, хотя, естественно, у всех информация была, что этот гараж ему достался такой дорогостоящий, и он, собственно говоря, остался без копейки денег. Как вы думаете, как в такой ситуации поступать? По сути, с точки зрения закона об ископопроизводстве, пристав должен был прекращать это производство, поскольку... Нет имущества. Да, имущества нет, и наследников нет. Не, но наследников-то это не основание для прекращения, на самом деле, вот таких как раз кредитных дел, потом суды благополучно отменяют восстановление судебного пристава о прекращении исполнительного производства, потому что пристав должен, если нет наследников, выйти вот именно за... заявлением о замене стороны в исполнительном производстве, о чем я и говорила, на соответствующий государственный орган, если это не жилое помещение, вот о чем мы сейчас с вами разговаривали, то здесь отвечает росимущество в лице своих территориальных органов. Ну, здесь, как бы, кто должен выходить с иском в суд? Ну, подумать надо. Может быть, то заинтересованное лицо, ну, я имею в виду кредитор, да, ну, а с чем, с каким иском? Ну, здесь вот только определяться нужно и включать из наследства. То есть, ну, то, что это будет, допустим, иск о включении в наследственную массу, то есть это однозначно. Единственное, кто будет стороной истца по такой категории дел, ну, наверное, тот, кто заинтересован, да, здесь заинтересован взыскатель. То есть пристав должен вот в такой ситуации, ну, это, на мой взгляд, обратиться с заявлением о замене стороны уже в рамках исполнения решения суда. Суд вынесет определение и заменит выбывшую сторону, если нет наследников, соответственно, имущество как бы выморочное, а те не могут отказаться даже. Ну, вот законом предусмотрено, что они все наследники. И, соответственно, заинтересованное лицо, которое, ну, взыскатель, скажем, да, я так думаю, указав МТУ ответчикам в праве обращаться и тех лиц, которые переписали на себя, да, и включать наследственную массу. Ну, опять, вот, насколько это все будет доказуемо, поскольку право собственности не было зарегистрировано, а кто-то что-то переписал, успел. Ну, вот только вопрос доказательства. Коллеги, давайте регулярно рекламе. Еще вопросы к докладчику? Вопросов нет, да? Я приглашаю следующего докладчика, это тоже гость из Юго-Западного государственного университета, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права данного университета Шергунова Елена Анатольевна с докладом на тему «Трансформация частного и публичного права в условиях цифровизации страхования в России». Еще раз, убедительная просьба к коллегам-докладчикам соблюдать регламент, поскольку времени мало, желающих выступить много. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Спасибо большое, что позволили приехать в тот замечательный край, выступить. Тема очень актуальная, поднималась сегодня, интересная. Прежде чем начать свое выступление, у меня есть небольшая ремарка. Это касательно такого интересного объекта, как дроны и поставка дронами инсулина. Я представитель Курского края, и в сфере последних событий наши братья-украинцы тоже задумались о том, что дрон – замечательное средство, поэтому они нашли способ, как доставлять нам подарки, но только эти подарки не инсулин, а бомбы. И за счет дронов они поставляют нам бомбы и их, соответственно, спускают. Уникальность дрона в том, что он летит низко и для ПВО он не виден. Соответственно, мы получаем этот подарок уже по факту. Единственный вариант, как бороться с ним – это мы поднимаем в воздухе истребители, и они вот так кружат. Соответственно, кружат они в основном ночью, потому что днем мы дроны видим. И для того, чтобы истребитель из точки А в точку Б быстро переместится, он должен пойти на ускорение. Происходит такой хлопок, и волна от хлопка настолько мощная, что вылетают стекла у близлежащих домов. Поэтому убедительная просьба к тем, кто интересуется дронами, придумать законодательство, которое бы перевело эту оборотоспособную вещь в вещь, ограниченную в обороте, или хотя бы установила габариты. Что если дрон маленького габарита, небольшого радиуса действия, он оборотоспособен, как игрушка. Но если он имеет крупные габариты и имеет дальность полета, то, соответственно, дрон надо признать ограниченным в обороте вещью, так как он может представлять опасным. Ну и так, перейдем теперь к вопросам непосредственно моей темы. Сегодня очень много было уже затронуто вопросов, связанных с цифровизацией. Не обошла эта тема стороной и страхования. Впервые о цифровизации в сфере страховых отношений заговорили в 2014 году. Именно в это время у нас в сфере страхования произошло серьезное реформирование. У нас поменялся приоритет, связанный с ценовой политикой. Первые ласточки прилетели к самому распространенному договору. Это договор ОСАГО. Увеличилась страховая сумма, увеличилось количество выплат, но при этом сама премия осталась той же. То есть, если раньше 150 тысяч по ОСАГО делилось на всех потерпевших в результате, ДТП пострадавших, то с 2014 года, соответственно, каждый мог получить по 450 тысяч. При том, как страховая премия осталась на том же уровне. Мой регион является аварийно-убыточным. У нас очень часто происходят аварии. Поэтому уже в течение трех месяцев после введения этих правил наши страховые компании стали испытывать острую нехватку денежных финансовых средств. И вынуждены были идти на не совсем законные меры, чтобы это урегулировать. То есть, у нас появились обязательные виды дополнительного страхования, такие как жизнь и здоровье, навязывание дополнительных страховых услуг в виде консультирования, в виде обязательно прохождения ТО только у данного страховщика и тому подобное. Естественно, граждане начали массово жаловаться в различные структуры и органы на злоупотребление своим положением со стороны страховщиков. И единственный выход, который нашел наш государственный орган, выступил законодательной инициативой. И у нас появилась электронная ОСАГО, как первая ласточка непосредственно цифровому страхованию. Поэтому, если говорить о реформировании страхования со стороны непосредственно периодов, то самый большой пик на цифровое страхование у нас пришелся в 2014 году, когда возник кризис у страховщиков, вынудивший их пойти на столь сложные действительно меры. В 2016 году появились первые пилотные проекты о усовершенствовании этой системы цифровых отношений в сфере страхования. И вот в 2016 году мы задумались, а что же такое цифровое страхование, электронное страхование и правильно ли мы его понимаем. А понимали мы его неправильно, потому что в 2014 году мы считали это идентичными понятиями. Но IT-представители сфер, программисты сказали, что ребята, электронное страхование и цифровое страхование – это абсолютно разные отношения. Электронное страхование – это обычный договор, заключенный в электронной форме, то есть разновидность письменной формы. Мы все знаем, что формой страхования является страховой полис, мы можем его заполнить от руки, взяв бланк, а можем заполнить на компьютере и распечатать. Вот если мы бланк заполняем на компьютере и распечатываем, это будет электронная форма страхового полиса. Оригинал при этом у нас будет в бумажном виде, то есть он станет легитимным только когда мы его распечатаем и подпишем. Если мы говорим о цифровом страховании, то это некая программа, в которую мы входим, вводим свои данные, выбираем наиболее удобный для нас пакет страховых услуг, нажимаем кнопку и программа генерирует нам договор. И самое главное отличие – оригинал этого договора существует только в электронной форме. Если мы ее распечатываем, это будет копия. Поэтому цифровое страхование – это компьютерная программа, а электронный договор – это письменная форма договора. И далее самое интересное. Страховые компании начали создавать свои в 2014 году сайты, на которые можно было зайти и, соответственно, сделать страховку. Делали они это первоначально не очень большой охотой, но с нажимом со стороны государства, а именно орган страхового надзора на них давил, чтобы лишить ряд определенных проблем. И таким образом мы можем проследить этапное развитие страхования, начиная от обычного договора, перешедшего в 2014 году в электронное страхование, в 2016 году в цифровое страхование и стремление в будущем перейти в смарт-страхование, которое сегодня активно развивается, и пилотные проекты были уже запущены в Германии. Ну и теперь чуть-чуть поподробнее расскажу. Итак, что такое цифровое страхование? Это программа, которой мы можем пользоваться. Она может создаваться на официальных сайтах страховщиков, и крупные страховые компании в своих сайтах имеют такие программы. Некоторые страховые компании предлагают различные мобильные приложения, которые мы можем загрузить на любой гаджет и тоже им пользоваться. Но не так давно у нас появился новый электронный посредник, некой электронной площадки, на которой также мы можем зайти и найти для себя удобную, естественно, страховую компанию. Вот отличие электронной площадки от сайта страховщика в том, что электронная площадка – это некий прототип брокера. То есть когда мы заходим к страховщику, мы можем воспользоваться только его пакетом страховых услуг. Но если мы заходим на электронную площадку, мы можем выбрать любого страховщика, с которым он работает. То есть сфера наших взаимоотношений гораздо шире. Ну и теперь к чему же мы стремимся? Мы стремимся создать некий смарт-контракт. Это такой умный договор, который бы действовал, независимо ни от каких внешних влияний, и невозможно было ничего в нем поменять. На сегодняшний момент развитие нашего с вами электронного оборудования, оборота и так далее, еще является довольно примитивным, поэтому это только в будущем возможно. Как вообще это будет реализовываться? Будут созданы специальные устройства, считывающие по прототипу черных ящичков, которые устанавливаться будут на автомобиле и, соответственно, соединятся со спутниковой системой. Этот черный ящик будет отслеживать правильность движения водителя данного автомобиля, его аварийность, манеру вождения и тому подобное. Таким образом, за счет его правил езды, манеры езды будет формироваться его коэффициент как водителя. И при заключении договора страхования уже будет этот коэффициент автоматически просчитываться. Далее будет налажена связь между сотрудниками ГИБДД и непосредственно страховыми компаниями. Они сейчас стремятся создать единую общую базу и на основании этой базы выработать по прототипу с кредитной историей страховую историю человека. И, соответственно, если мы соединим весь этот пазл, то система будет следующая. Человек приходит, выбирает страховую компанию, заключает с ней долгосрочный договор. Все. На автомобиль устанавливается считывающее устройство и дальше пошел автоматический процесс. Устройство следит, как ездит человек, либо его водитель. Соответственно, устанавливают от этого премию за счет коэффициентов. Если он нарушает, то коэффициент повышается, премия увеличивается. Если абсолютно правильная езда, без нарушений, коэффициент понижается, премия уменьшается. Когда проходит определенный период, ну, скажем, год, договор перезаключается, сумма со счета списывается с учетом уже новых показателей, которые поступили. Как я уже говорила, пилотные проекты были сделаны в Германии и, соответственно, они там активно внедряются и действуют. Но, в отличие от Германии, мы не настолько педантичны, как немцы. Поэтому, если мы вот эту систему введем, у нас сразу же появится огромное множество проблем. Первая проблема связана, конечно же, с аварийностью. Не всегда в аварии виноват водитель. Бывают такие ситуации, что непосредственно виновата окружение, инфраструктура, дорога и так далее. Что, естественно, искусственный интеллект не сможет учитывать, какой бы он особо высокотехнологичный не был. Далее, следующая проблема, которая может возникнуть. Бывают ситуации, когда у человека вынуждены какие-то остановки и компьютеру очень тяжело сличить, что это было за остановка. Ну вот, например, сегодня активно в суды поступают жалобы на камеры слежения, потому что машины, которые долго стоят в пробках, камера считает, что это незаконная парковка, и, соответственно, накладывает штраф. Человек начинает доказывать, что он не парковался, он в этот момент стоял в пробке и двигаться никуда не мог. Но так как изначально в камеру не заложено, что вокруг стоят машины, он просто физически не может никуда двинуться, поэтому он стоит, то, соответственно, в судебные органы постоянно поступают эти заявления, жалобы о том, что надо отменить вот этот штраф в связи с тем, что он неправильный. Соответственно, о чем можно говорить, если у нас все будет считывать машина? Тоже, соответственно, этот момент надо учитывать и прогнозировать. Тем не менее, сегодня уже можно сделать определенные выводы, связанные с цифровым страхованием. Какие в нем плюсы и минусы? Ну, начнем с плюсов. Плюсы есть как для страхователей, так и для самих страховщиков. У страхователей какой плюс? За счет программы страховщик не может навязывать дополнительные услуги, потому что программа не позволяет это сделать. Программа не просто так устанавливается, она должна пройти регистрацию регистрирующего органа по прототипу, как правило, страхования или страховой полис. И, соответственно, когда регистрирующий орган проверяет, он видит, есть ли возможность навязывания этих услуг или нет. Второй плюс. Оформить страховку можно круглосуточно, круглогодично. В программе нет выходных, праздничных дней, начало работы, конец работы и перерыв. Соответственно, в любую секунду вы садитесь, заходите и делаете себе страховку. Распечатывать ее не надо, она существует в электронном формате, и, соответственно, эта информация хранится на электронных носителях. Какие плюсы для страховщика? Во-первых, не надо держать штат сотрудников, которым надо платить зарплату. Программа работает бесплатно, за исключением каких-то нюансов, незначительных, связанных с оплатой самой программы. Во-вторых, программа работает круглосуточно, и, соответственно, круглосуточно приносит прибыль. В-третьих, для этой программы не нужно арендовать большие помещения, территории, и поэтому, создав один раз программу, или у себя на сайте, сделав окошко страховщик, огромный пласт проблем, связанных с отдачей денежных средств, решает. Но, тем не менее, есть и определенные минусы, связанные с цифровизацией. Ну, во-первых, поле существует только в электронной форме, и, к сожалению, у нас в России не везде есть доступ в интернет. Больше, даже скажу, большей территории не имеет доступа в интернет. Во-вторых, еще не совсем налажена связь между страховыми компаниями и сотрудниками ГИБДД. Поэтому, если вас останавливают где-нибудь в периферийной зоне, не факт, что у сотрудников будет эта информация в наличии, они потребуют с вас бумажные доказательства. Следующий минус. Программа не имеет прямого взаимодействия с различными структурами. Даже страховщики между собой еще не создали единую сеть для взаимного вот такого создания базы. Поэтому это тоже ведет к ряду проблем. В-третьих, отсутствует хоть какое-либо правовое регулирование, которое бы говорило об этом. И вот здесь мы сталкиваемся с большой проблемой, что не только цифровое страхование не имеет должного правового регулирования. Любые цифровые правоотношения сегодня почти не урегулированы. Потому что IT-специалисты говорят, что наше все право, оно материально. И мы привыкли к этому и не задумываемся, что когда мы изучали базы любой отрасли, мы говорили, что любой закон имеет территориальное распространение. Соответственно, какой бы мы кодекс ни открыли, он распространяется в пределах РФ. А в интернете границ нет. И, соответственно, где сидит второй контрагент, неизвестно. Если он сидит в другом государстве, наше законодательство там не действует. Более того, если мы посмотрим сегодняшние законы, они в основном, если что-то и говорят нам про электронные и цифровые отношения, то они завязывают это с сетью интернет. Тогда как сеть интернет – это одна только из информационных сетей. А их очень много. Сегодня появился глобальный аналог интернету – Darknet. Как быть там, куда мы вообще изначально по прямому доступу не имеем. Поэтому можно смело сегодня сказать, что цифровое страхование в прямом своем понимании на законодательном уровне не урегулировано. Нам только законодатель дал это слово, что да, оно есть. Но не разъяснил, что это, как его применять и каков механизм взаимодействия. И последний момент, который сегодня вызывает массу проблем – это установление подлинности тех документов, которые предоставляет клиент, чтобы получить страховку. Когда мы заполняем анкету, у нас программа будет требовать минимальный набор документов. Мы, естественно, предоставляем их не в оригинале, а в виде копий. И вот подлинность этих копий программа считать не может, так как в отличие от сайта госуслуг, у нее нет прямого доступа, чтобы проверить, существуют ли такие документы в наличии. Поэтому сегодня новый вид мошенничества развит, когда такую страховку делают липовые на несуществующие автомобили, либо на несуществующего владельца. И следственным органам очень и очень тяжко доказывать истинность той или иной страховки. На этом у меня доклад закончен. Вопросы? Вопросы, пожалуйста. Если можно, коротко сформулируйте. Нет вопросов? Хорошо. Тогда я для следующего доклада я приглашаю Коробко Ксению Игоревну, заведующую кафедрой гражданской продукции дисциплин Центрикарского государственного университета имени Петерима Сорокина, кандидат юридических наук, доцент, с докладом на тему услуги в сфере народной медицины и традиционной медицины, проблемы соотношений и разграничения. Просьба соблюдать регламент. Да, да, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я буду лаконична, по-юриднически. Я представляю Центрикарский государственный университет. Но в первую очередь, конечно, позвольте выразить благодарность организаторам конференции, Бурятскому государственному университету, кафедре гражданского права и процесса, Светлане Владимировне, профессорско-преподавательскому составу за приглашение, за радушный прием и, конечно же, за возможность выступить с докладом на научном мероприятии такого высокого уровня. Начну с небольшого такого географического экскурса. Я представляю Центрикарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Это опорный вуз республики Коми, крупнейший вуз республики Коми. И этот год для нас тоже является юбилейным. 10 февраля 2022 года нашему университету исполнилось 50 лет. Следующий год для нас также будет юбилейным. Юридическому факультету нашего университета исполнится 30 лет. Поэтому, коллеги, в апреле следующего года приглашаю вас на конференцию к нам. Будем праздновать такое важное событие в нашей биографии. В биографии нашего университета. Итак, переходя к теме доклада. Ульяна Борисовна уже сегодня отметила важную роль вопросов в сфере охраны здоровья граждан, имеющуюся дискуссию в сфере существования медицинского права. И представляется, что, безусловно, данный вопрос является очень актуальным. В подтверждении нашего мнения, скажем, что уже в течение 7 лет с Кавкарским государственным университетом имени Петерима Сорокина реализуется дисциплина «Медицинское право» для бакалавриата и специалитета. И текущий год для нас тоже очень важен, так как мы впервые начали реализовывать дисциплины правовой направленности для медиков. И на магирстерской программе «Организатор здравоохранения» мы также ведем юридико-медицинскую дисциплину и объем часов достаточно большой, более 60 часов аудиторной нагрузки. Это в контексте того, что мы сегодня обсуждали на пленарном заседании. Итак, переходя непосредственно к теме своего доклада. Когда я выбирала ее, то мне показалось, что я должна руководствоваться а. актуальностью, б. привязкой к тому замечательному субъекту Российской Федерации, в котором сегодня проходит конференция. Чуть попозже поясню свое мнение, свою точку зрения. Итак, в части методов, которые применяются для охраны здоровья граждан, можно выделить методы, можно разделить на две большие категории. Это методы конвенциальной медицины и методы неконвенциальной медицины. Что такое конвенциальная медицина? Это та медицина, к которой мы с вами привыкли. Это медицина в рамках поликлинической помощи, амбулаторно-поликлинической стационарной помощи. Это медицинские организации различных форм собственности. Какие признаки соответствуют данной системе, данным методикам? Строго регулируется. Действительно, законодательство строгое, четкое в данной сфере. Имеется его достаточный нормативный блок и существует определенная стандартизация методов в рамках применения методик в сфере неконвенциональной медицины. Но в то же время у нас есть и неконвенциональная медицина. Какие признаки ей присущи? Данные методики не получили признание официальной системой здравоохранения и отсутствует комплексное системное правовое регулирование. Необходимо отметить, что на территории Российской Федерации применяются методики как конвенциональной, так и неконвенциональной медицины. Почему граждане обращаются к неконвенциональной медицине? Рассмотрим ее сегодня. Потому что зачастую она обладает больше финансовой доступностью. Граждане, применяющие народную традиционную медицину, считают, что она наносит при употреблении лекарственных средств меньше вред, чем те препараты, которые предлагает фармацевтическая сфера. Также, например, к народной традиционной медицине зачастую обращаются в том случае, если все иные методы лечения были исчерпаны. Также зачастую к ней прибегают граждане, проживающие на отдаленных территориях. Я представитель Республики Коми, населенные пункты у нас рассредоточены, имеются жители, ведущие кочевой образ жизни, и, соответственно, обратиться в медицинскую организацию не всегда у них есть возможность, поэтому они прибегают к иным методам лечения. Разберемся в составе данной медицины. Всемирная организация здравоохранения в стратегии в сфере народной медицины на 2014-2023 год выделяет народную медицину и дополнительную или альтернативную медицину. Что понимается под народной медициной? Под народной медициной понимаются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. Необходимо отметить, что вопросам народной медицины посвящена в системном 323-м федеральном законе всего лишь одна статья. То есть лаконично, избыточно лаконично, я бы даже так сказала, законодатель раскрывает содержание данного вида деятельности. Право на получение разрешения на осуществление данной деятельности выдается на территорию субъекта Российской Федерации. Ну, собственно говоря, деятельность на территории этого субъекта только и можно осуществлять. В государственной и муниципальной системах здравоохранения, в отличие от ранее существующего законодательства и действующего, данные методы применяться не могут. Рассмотрим еще один вид деятельности, входящий в неконвенциональную медицину. Это традиционная медицина. Какими признаками обладает она? Далее мы поймем, для чего я разграничиваю два этих вида деятельности. Значит, традиционная медицина имеет в своей основе совершенно другие начала, совершенно другие принципы. Это совокупность приемов и методов воздействия на организм человека. В основе их лежат какие-то религиозно-философские воззрения. Традиционная медицина стабильна. Она существует достаточно продолжительное время, может даже существовать в течение нескольких веков, и она практически не меняется. И, соответственно, препараты, входящие в данную, применяемые при традиционных методах лечения, имеют сложнокомпонентный состав, ну и, соответственно, проверяются на отсутствие токсикологических каких-то последствий. И, соответственно, вот мы с вами и подошли к разграничению народной медицины и традиционной медицины. Почему это важно? То есть вообще разное содержание у нас в сути данных видов деятельности. Значит, в народной медицине отсутствует какая-либо методология. То есть это формальное простое применение каких-либо действий, либо растительного происхождения препаратов, которые в результате способствуют облегчению состояния человека, улучшению его здоровья. И, соответственно, результаты получены простым эмпирическим путем. Значит, существует ли традиционная медицина в Российской Федерации? Да, безусловно, она существует. И вообще вот первые записи о традиционной китайской медицине у нас датируются 1773 годом. Также у нас существует общероссийский классификатор видов экономической деятельности, извините, общероссийский классификатор занятий, в котором также указывается на существование данного вида деятельности. И вот более того, на более высоком уровне в 2020 году вообще предложено лечить такое серьезное заболевание, как COVID-19, методом традиционной медицины и предлагалось провести по данному факту симпозиум BRICS. Однако, нас, конечно же, как юристов интересует вопрос, а каким образом осуществляется правовое регулирование применения традиционной медицины? В части народной медицины я уже ответила на этот вопрос. Одна статья 50-я в 323-м федеральном законе. Что же у нас, какое правовое регулирование существует у нас в сфере традиционной медицины? Необходимо отметить, что первым нормативным правовым актом, который вообще как-либо разрешил вопрос традиционной медицинской деятельности, это был приказ Медицины Минздравы Медпрома 1996 года, в котором раскрывалось содержание традиционной медицинской деятельности. Далее на смену приходило еще несколько нормативных правовых актов. Но что мы получили? В 2012 году в постановлении правительства о лицензировании медицинской деятельности уже никакого упоминания о традиционной медицинской деятельности не было. Ну и, конечно же, у нас возникнет вопрос, что это значит? Что теперь лицензировать традиционную медицинскую деятельность не надо? Или что она перестала существовать? Или что это просто ошибка законодателя и по какой-то причине традиционная медицинская деятельность не попала в нормативные правовые акты? Конечно же, данная деятельность осуществляется. И немножечко вернусь в прошлое. Еще года три назад, когда я начинала погружаться в эту тему, мне было это очень интересно. Я изучала опыт Бурятии по применению методов традиционной медицины и думала, как же интересно. Но, наверное, никогда я не окажусь в Бурятии. Наверное, это так далеко, и я не смогу изучить на месте данный вопрос. Но, видите, коллеги, главное захотеть. И вот мы с вами в замечательном городе Улан-Удэ. Так вот, к примеру, видом традиционной медицинской деятельности, как я уже сказала, имеющей религиозно-философское лечение является, например, шаманизм, да, это древняя религия, в основе которой лежит вера в общение шамана с духами. И вот, как я подчеркнула из диссертационных исследований по истории развития шаманизма, именно в Улан-Удэ, применяются такие традиционные методы исцеления, как, к примеру, обертывание баранов, содрогание землей, предполагаю, что еще и другие методы. Буддизм предполагает наличие своих традиционных методов лечения. И, конечно же, меня как юриста, опять-таки, я задачу вопроса, каким образом регулируется с точки права в данном субъекте Российской Федерации вопрос осуществления традиционной медицинской деятельности. И я получила очень интересный ответ. Разрешение этого вопроса находится в законе Республики Бурятия о религиозной деятельности на территории Республики Бурятия. И статья 7 как раз указывает на то, что члены религиозных объединений имеют право заниматься народной медициной. Но после того, как мы рассмотрели содержательное наполнение народной медицины и традиционной медицины, мы с вами понимаем, что по содержанию речь идет о традиционной медицине. Однако в связи с отсутствием базового законодательства какого-либо режим народной медицины был распространен на традиционную медицину. В целом, подводя уже итог, можно сказать, что законодательство в сфере неконвенциональной медицины, вот я осветила его на примере двух компонентов, хотя их больше, законодательство несистемное, нелинейное, фрагментарное, пунктирное. И, конечно же, мы с вами как граждане, интересующиеся своим здоровьем, безусловно, задаемся вопросом. А представляют ли методы народной, ну, либо неконвенциональной медицины опасность для нас, как для людей, применяющих их? Безусловно, мне кажется, ответ положительный на данный вопрос. И законодатель подтверждает мой вывод тем, что, допустим, в части рекламы народная медицина приравнивается к рекламе изделий медицинского назначения. Как итоговый вывод хотелось бы отметить, что, безусловно, необходимо целостное, как мне представляется, правовое регулирование осуществления деятельности в сфере неконвенциональной медицины в целом. С одной стороны, это защитит нас, граждан, обращающихся за данными услугами. С другой стороны, это позволит сохранить наше культурное наследие, в том числе от такого неприятного явления, как биопиратство, которое имеет место в иных государствах. И об этом существует большое количество примеров. Коллеги, буду рада, если вы напишите мне свои контакты на электронный адрес. Мы с вами наладим наше сотрудничество и продолжим нашу работу на других площадках. Благодарю за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. Да, она фактически не урегулирована никак. То есть, если до 2007 года она хотя бы упоминалась, она подлежала лицензированию, хотя, честно говоря, набор методов, вообще формулировка традиционной медицинской деятельности, как мне кажется, была некорректной. Включались энергопрактики, помимо непосредственно традиционной медицины. Все, кроме народной медицины, выпало из правового поля. То есть... Да, все верно. То есть, неконвенциональная медицина полностью выпала, хотя, как мне представляется, это неверно, и доверие граждан к ней растет из года в год. Мне так представляется, и статистические данные подтверждают мой вывод. Вот. Спасибо большое. Дело в том, что у нас есть еще доклады очные, но вместе с тем с нами сегодня присутствует дистанционно несколько докладчиков, и надо им дать слово. Я хочу дать слово Костину Александру Алексеевичу, старшему научному сотруднику исследовательского центра частного права имени Сергея Сергеевича Алексеева при президенте Российской Федерации к кандидату юридических наук с докладом признания иностранных судебных решений без дальнейшего производства к вопросу о роли и месте значения статьи 413 ГПК РФ в системе норм российского права. Все внимание на экраны. Уважаемые коллеги, добрый день. Слышно ли меня? Да. Отлично. Спасибо большое. Рад всех приветствовать. Сожалею, что задачи в рамках центра не позволили присутствовать лично. Очень надеюсь на то, что такая возможность представится, что конференция будет проходить на регулярной основе и будет возможность как получить удовольствие от общения с коллегами, так и посетить прекрасный Байкал. Тема моего выступления, она касается особенностей признания иностранных судебных решений без дальнейшего производства. Чем обусловлена данная проблема? Как мы все знаем, что иностранное судебное решение, оно представляет собой акт суверенитета государства, акт суверенитета государства, акт суверенитета правосудия и по этой причине оно само по себе не обладает действием за пределами государства вынесения. И так получилось, что традиционно в российском законодательстве в договорах о международной правовой помощи, которые заключены Российской Федерацией, иностранные судебные решения разграничиваются на две категории. Первое. Иностранные судебные решения, которые подлежат признанию и приведению в исполнение. Их особенность состоит в том, что помимо наличия международного договора, они для их действий в Российской Федерации, по меньшей мере для исполнения, требуется получение предварительного разрешения со стороны российского суда. В то же время, то есть числу данных решений следует отнести решение, в первую очередь, о взыскании денежных средств, о понуждении должника к исполнению обязанностей, то есть к исполнению, например, обязанностей о передаче ребенка по месту жительства и так далее. Но в то же время, наряду с решениями, которые требуют силу своего содержания приведительного исполнения, есть так называемая категория решений, которые подлежат признанию без дальнейшего производства. То есть их особенность состоит в том, что они не требуют силу своего содержания исполнительных действий, и для их действий в Российской Федерации не требуется получение предварительного разрешения со стороны российского суда. И, соответственно, в том случае, если они затрагивают права и законные интересы какой-либо иной стороны, то в данном случае возможно заявление и возражение против их признания, но по общему правилу их действия не связывается с получением предварительного разрешения со стороны российского суда. Здесь в связи с данной категорией решений возникает следующий интересный вопрос. Дело в том, что в статье 413 ГПК РФ указывается на то, что данная категория иностранных судебных решений признается в Российской Федерации без дальнейшего производства и при этом не указывается на наличие международного договора или федерального закона. В то же время в статье 415 ГПК РФ выделяется ряд категорий иностранных судебных решений, которые подлежат признанию в отсутствии международного договора. То есть это судебные решения относительно статуса гражданина при условии, если они вынесены судом, который является судом гражданства физического лица. О расторжении брака между российским и иностранным гражданином в том случае, а также о расторжении брака между российскими гражданами при условии, если оба российских гражданина на момент расторжения брака проживали за границей. И в этой связи возникает очень интересный вопрос. А почему российский законодатель в статье 413 ГПК РФ не указывает на наличие международного договора? И как признавать в данном случае иные категории иностранных судебных решений, которые не охватывают статью 415 ГПК РФ? То есть наиболее частой, наиболее распространена данная проблема, например, применительно к оствариванию завещаний. То есть, предположим, завещание было признано недействительным в иностранном суде. И возникает вопрос, а как оно действует? А как данное решение об остваривании завещания действует? То есть нужно ли для этого наличие международного договора с государственным вынесением или нет? И для ответа на данный вопрос представляется важным обратиться к истории. То есть, в принципе, к истории разработки статьи 413 ГПК РФ. И если мы откроем страницы истории, то важно отметить, что до принятия ГПК РФ 2002 года вопросы признания иностранных судебных решений, в том числе признания без дальнейшего производства, были урегулированы указом Президиума Верховного Совета 1988 года о порядке признания иностранных судебных и арбитражных решений. И в том числе в пункте 10 данного указа, который в воспитании арбитражных судов применялся до 2015 года, указывается, что иностранные судебные решения подлежат признанию без дальнейшего производства при наличии международного договора или закона. Если дальше мы будем разбираться в истории разработки современного Гражданского процессуального кодекса, то мы увидим, что в проекте ГПК 1995 года он, кстати, опубликован, то есть, опять же, хотел бы обратить внимание коллег, что, в принципе, вся работа по кодификации гражданского процессуального законодательства, то есть все выяснительные записки, проекты законов, обсуждения, они были собраны воедино и освещены в книге «Безакон» под редакцией Михаила Константиновича Треушникова в 2004 году. Если мы откроем проект ГПК 1995 года, то там мы увидим, что, опять-таки, то есть в статье 455, посвященной признанию иностранных судебных решений, указывается, что иностранные судебные решения подлежат признанию без дальнейшего производства при наличии международного договора и федерального закона. Почему же, однако, в действующем ГПК, в статье 413 ГПК РФ, указания на наличие международного договора или федерального закона отсутствуют? По всей видимости, в 2002 году при разработке Гражданского процессуального кодекса федеральный законодатель пришел к выводу о том, что под термином иностранные судебные решения, подлежащие признанию без дальнейшего производства, следует понимать те категории иностранных судебных решений, которые упомянуты в статье 415 ГПК РФ. То есть это решение относительно статуса или, соответственно, решение о расторжении брака в случаях, предусмотренных статьей 415 ГПК РФ. В свою очередь, статья 413 касается именно порядка признания без дальнейшего производства. В этой связи, однако, возникает вопрос, с которым мы начали. А что же делать с иностранными судебными решениями, которые подлежат, не требуют исполнения в силу своего содержания? То есть, например, о признании в действительном завещании, о объявлении лица недостойного наследника, плюс, предположим, если они вынесены судом государства, с которым отсутствует договорная правопомощность. То есть, предположим, турецким судом, потому что, как мы знаем, что договорная правопомощность с Турцией так и не был ратифицирован. Но, по всей видимости, здесь следует исходить, во-первых, как из общих положений федерального конституционного закона о судебной системе, в котором указывается, что иностранные судебные решения, что их действия определяются международным договором, а также из общего намерения законодательства. То есть, исходя из проекта ГПК, все-таки следует учитывать, что федеральный законодатель имел в виду наличие международного договора в том случае, если иностранные судебные решения не охватываются статьей 415 ГПК РФ. И в этой связи, в том случае, если федеральный законодатель сочтет это необходимо, было бы важно обратить внимание, в том числе, на необходимость уточнения положения статьи 413 ГПК РФ, в том числе, в аспекте указания на то, что для признания иностранных судебных решений без дальнейшего производства требуется наличие международного договора, в том случае, если иностранные судебные решения не подпадают под категорию, которая охватывается статьей 415 ГПК РФ. Всем большое спасибо за внимание и буду рад ответить на вопросы участников. Вопросы к докладчику. Давайте сначала поаплодируем. Вопросы к докладчику. Вопросов нет. Благодарим за доклад. И поскольку конференция у нас международная, было бы неправильно не дать слово международному участнику, так с докладом хочу попросить выступить Ян Хайдань. Это аспирант Российского государственного университета дружбы народов с докладом влияния интернета на международное частное право в Китае. Добрый день всем. Меня зовут Ян Хайдань из Российского университета дружбы народов. Здесь прошу разрешить меня выразить свою благодарность за участие в конференции. В 2016 году я закончила приятский государственный университет на факультете филологическом факультете. И в этом году я очень рада, что есть возможность еще раз участвовать на конференции именно в БГУ. Спасибо. И моя тема «Тократ» – влияние интернета на международное частное право. Интернет за последние 30 лет быстро развивается, и традиционная правовая система больше не может адаптироваться к быстрому развитию сетевого общества. И в реальной жизни возникло множество направовых проблем, связанных с сетью, которые не могут быть лишены. Горобальный и витуальный характер интернета бросил вызов традиционным концепциям и принципам международного частного права. Поэтому необходимо всесторонне и систематически изучать международные правовые вопросы в интернете, чтобы построить справедливый и эффективный международный правополяток в интернете. С 1980-х годов в связи с массовым производством и широким применением компьютеров, а также непрерывной разработкой, матернизацией и индустриализацией соответствующего программного обеспечения, интернет быстро развивается во всем мире. Однако законодательные и экономические уровни разных стран не одинаковы. Следовательно, это затрудняет координацию и сотрудничество стран по сетевым вопросам, а также усложняет правовые поражения по сетевой следе, что выдвигает новые требования к международному частному праву. Влияние на правовую следу в традиционном пространстве и сетевом пространстве. Сложности юридического конфликта с непрерывным развитием компьютерных технологий на протяжении многих лет и их касающиеся области и влияния также увеличиваются. От взлома до современных нарушений права в интернете, еще есть электронные коммерции и так далее. Все это влияет на нашу повседневную жизнь. И в это же время из-за разнообразия сетевого контента, это также определяет, что разнообразные правовые конфликты, вызванные сетевым проблемам. Например, международные гражданско-правовые конфликты, конфликты международной народовой юрисдикции и так далее. С другой стороны, поскольку каждое государство намерено поставить сетевое пространство под контролем законов своей страны, это неизбежно приведет к конфликту правовой юрисдикции. Следовательно, это определяет, что правовые конфликты в сетевом пространстве более сложны и разнообразны, чем в традиционном пространстве. Трудности разрешения юридических конфликтов. Глобальный и витуальный характер сети делает любого субъекта в сетевых отношениях неопределенным. И личности и национальности такого субъекта не могут быть известны через витуальный IP. При этом личности поручителей и распространителей информации в сетевой следе размыты, что не дает людям возможности точно судить о правах и обязанностях сторон в сетевой следе. Кроме того, сложности определения привязки и разногласия законодательства о сетевом правонарушении в разных странах усложняют разрешение корридезного права. Проблемы, стоящие перед привязкой в сетевой пространстве. Привязка в корридезной норме необходима для каждой корридезной нормы. Иначе невозможно связать правоотношения с определенным загоном. Данная связь отражает внутреннюю связь или зависимость правоотношения с законодательством определенного региона. Указывает на то, что правоотношение должно быть связано с определенным национальным загонодательством, при нарушении которого правоотношение не может быть установлено. Поэтому выбор различных привязок не является произвольной эффективной, а должен существовать объективно, чтобы отражать эту внутреннюю связь. Согласно вышеизложенному, можно делать вывод о том, что с развитием эпохи высоких технологий интернет принес людям удобство. Появление интернета также поставило новые задачи в области международного частного права. Хотя у интернета есть много преимуществ, но у них также есть много проблем. Страны добились и прогреваются в законодательстве о интернете, но не совершенства. Загонодательство делает невозможным соблюдение законов на практике, например, проблемы в различных аспектах международного частного права. Поэтому при разработке и исполнении сетевых ресурсов страны также должны учитывать исследования соответствующих загонов и устанавливать разнообразные коллективные нормы, подходящие для характеристик интернета в соответствии с его параметрами, а также важный отряд дальнейшего социального развития. Спасибо большое за внимание. Мой доклад за год. Спасибо вам за доклад. Добрый вечер, уважаемые участники конференции. Здравствуйте. Я всех приветствую. Тема доклада озвучена и прописана. Поэтому я сразу приступаю к докладу и сопрощаю время доклада, потому что мы идем, я так понимаю, по регламенту. Речь пойдет об апелляции. Прежде чем приступить к освещению данной темы, хотелось бы вспомнить Михаила Константиновича Трюшника, по учебникам которого мы учились в советское время и постсоветское время, получали образование, которое является глобальным теоретиком цивилистики, особенно процессуальной науки, гражданского процесса. Так вот, когда у него в 2013 году брали интервью и спросили для журнала законодательства, какие вы видите самые противоречивые изменения, которые происходят в реформировании гражданского законодательства, он отметил, что эти реформы связаны с судом апелляционной инстанцией, когда происходит переход от советской кассации к апелляции и происходит реформирование данного института. Его точку зрения всегда поддерживал Жуйков, который был очень заместителем председателя Верховного суда, который эту практику и применял, и также являлся теоретикой у него. Существует очень много работ. Прохо слышно? Когда мы рассуждаем о какой-либо теме или пытаемся ее раскрыть, мы, как правило, обращаемся к первоисточнику. Первоисточником, естественно, является эта романо-германская система права и то, что мы оттуда заимствовали, то есть рецепция римского права, которая впервые в римском праве об апелляции была написана в дегестах. И вот такое есть интересное высказывание в дегесте Истюниана Ульпиан в первой книге об апелляции говорится, что нет никого, кто бы не знал, сколь частым и сколь необходимым является применение апелляции, поскольку это, без сомнения, исправляет несправедливость либо неопытность судей. Но сегодня при том, что у нас существует сплошная касация, мы видим, что и неопытность судей исправляет и касационный суд. Также хотелось бы еще зачитать вот одно высказывание, тоже из дегестов, которое также характеризует апелляцию. «Дабы делам, уже разобранным в суде, прийти на помощь более сильным светом истины». Вот что говорили древние римнини об апелляции. Естественно, что в древнем Риме апелляция начинает расцветать, когда расцветает Римская империя, возрождается экстраординарный процесс, выстраивается определенная иерархия. Там уже тоже получается, что в принципе из хаоса путем проб и ошибок они уже выстраивают определенную апелляционную систему. Вот эта апелляционная система, она знает полную и неполную апелляцию. И когда мы сегодня говорим о том, а что получается тогда у нас сегодня, когда мы переходим от советской касации к апелляции, мы говорим о том, что самые большие изменения, которые были внесены, это были внесены Гражданско-процессуальным кодексом в 2012 году. Они вступили в действие, начали действовать. А первоначально у нас получается в 1995 году вводится неполная апелляция, в 2000 году вводится полная апелляция. И сегодня действует по сути смешанная апелляция. Как такового понятие смешанной апелляции теоретики не выделяют. Ну вот оно есть такое понятие смешанной апелляции, но смешанная – это значит смещение признаков апелляции, как полной, так и неполной. И вот отсюда возникают две проблемы, которые стоят сегодня перед судами апелляционной инстанции и в теории гражданского процессуального права, которая освещается. Первое – это пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. И вторая проблема – это проблема перехода для рассмотрения по правилам суда первой инстанции. В чем заключаются пределы рассмотрения судом апелляционной инстанции? Значит, это право оценивать… Вот я микрофон постоянно кручу, слышно или нет? Ага. Пределы рассмотрения, то есть это право оценки суду апелляционной инстанции предоставлено. Это закреплено и в постановлении новом пленума 22.06.2021 года за номером 16. Но оно переселено и в старом пленуме о том, что данные доказательства оценивает суд апелляционной инстанции. Следовательно, отсутствует императив. Когда отсутствует императив, значит, большая возможность толкования судами апелляционной инстанции. Какое доказательство принять, а какое не принять? Соответственно, у сторон возникнут вопросы. А почему это принимается, а это не принимается? Да, можно сказать, что это обусловлено тем, что мы оговариваем о том, что то вы предоставляете только то, что вы не могли предоставить суду первой инстанции. Но из любого же правила есть исключение, так же, как, собственно говоря, из этих пределов. И вот второй здесь момент, который бы хотелось отметить, что суд апелляционной инстанции всегда действует в пределах доводов апелляционной жалобы. Он может выйти, да, с учетом того, чтобы не нарушалась законность и так далее. То есть мы можем сказать, что такого вот всепоглощающей какой-то несправедливости при вынесении решения нет. Суд все равно отступит в принципах законности. Но и доводы, жалобы, они тоже могут быть, как сформулировать, они могут быть не все, которые бы устраняли причины неверного решения, вынесенного судом первой инстанции. Вот в этом тоже существует определенная проблема. Проблема перехода рассмотрения апелляции по первой инстанции, когда суд апелляционной инстанции направляет дело, сам рассматривает дело, вместо того, чтобы направить, допустим, как по признакам апелляции. Ранее это существовало в суд первой инстанции. Во-первых, здесь две проблемы возникают из этого. Это организационного характера. То, что суд апелляционной инстанции, для него достаточно сложно организовать судебный процесс с иными участниками процесса, поскольку они находятся по краю, и, соответственно, как правило, нужно организовать ВТС, известить их всех. Многие могут не приехать, хотя хотели бы участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции. Это вот первая проблема. Но также существуют свидетели, эксперты, это тоже все. И вторая проблема, она проблема правового характера, теоретическая, потому что чисто теоретическая. То есть здесь заключается в том, что это противоречит самой сути апелляции рассматривать дело. То есть, по сути, апелляция должна вернуть суду первой инстанции, если мы исходим из рецепта римского права, те должны уже пересмотреть это дело. То есть должен быть выработан определенный алгоритм действий суда, который бы где-то заключался в императивности действий. И еще хотелось бы отметить и остановиться на исключительной задаче правосудия. Это проблема единства судебной практики. Мы под этим всегда понимаем, что единство, единообразие, многие говорят, как бы тоже и по этому поводу спорят, о том, что для нас, для практиков, это главное правильно применить нормы материального и нормы процессуального права. Вот что мы понимаем. Но с учетом того, что существует многоступенчатая система обжалования, это правильно, что она существует, и введена сегодня и апелляция, и касация, мы видим о том, что суды и решения и районных судов, и апелляционные определения апелляционной инстанции, и определения суда касационной инстанции, они отменяются. То есть мы видим, там, один суд сказал, это черное, второй белое, третий сказал, здесь есть оттенки. Но мы всегда должны помнить о том, что апелляция, она устанавливает как обстоятельства права, так и обстоятельства факта, в отличие от касации, которые только проверяют исключительно на правильность применения норм права. Еще бы хотелось сказать, что вот две проблемы, которые стоят, это сроки и качества. И вот когда мы говорим о проблемах сроки и качества, то мы, и когда вообще мы говорим об оптимизации правосудия, мы все время как бы все стараемся сделать для граждан. То есть вот увеличить им срок обжалования, предоставить время дополнительное для написания, восстановить срок, если они его пропустили. Ну то есть вот все направлено для того, чтобы права граждан никоим образом не было нарушены. Но никто не смотрит на другую сторону проблематики о том, что, а насколько загружены сегодня суды, как они справляются с этой нагрузкой, какие требования у них. Почему, например, лицо может подавать жалобу в течение месяца, а писать должны в течение пяти дней и так далее. Поэтому вот эти вот вопросы, они требуют разрешения. Например, можно было бы там, где суд апелляционной инстанции не отменяет решение суда первой инстанции, можно было бы ограничиться составлением резолютивной части. Там и сократить, например, срок для подачи апелляционных жалоб, тоже чтобы способствовало этому нагрузке. И вот еще я хотела бы вам в заключении тоже, что вот как бы может быть такой момент, который что позволит снизить нагрузку. И вот я вам сейчас зачитаю, вот может момент, на который мы никогда не обращаем внимания, но мне кажется, он бы очень существенно помог бы снизить нагрузку. Это тоже я вам цитирую выражение древних римлян в апелляции. «Правосудие есть неизменная постоянная воля предоставлять каждому его право. Предписание права – суть следующая. Жить честно, не чинить вреда другому, каждому воздавать то, что ему принадлежит. «Правосудие есть познание божественных и человеческих дел, наука о справедливом и несправедливом». Я думаю, что следование данному постулату, которое было выражено в дегестах, оно действительно снизит нагрузку на суды многократно, что приведет к оптимизации правосудия, к тому, что люди будут обращаться только тогда, когда это действительно необходимо для того, чтобы защитить их права. Вот все. Спасибо большое. Да, пожалуйста, буквально. Да, пожалуйста. Я вот даже, знаете, в чем, вот я и говорила о том, чтобы вернуть, вот когда сегодня вот происходят такие изменения, да, все-таки я считаю, что вот поскольку мы романо-германской системы права, но мы сегодня начинаем вводить много нового, вот все судебная практика, взаимозвязываясь с судебной практикой. А понимаете, для того, чтобы как бы вот эти вот, вот смешанные, вот, например, вот я же говорила о том, что теоретики, они как бы как такового и не принимают слово смешанное, есть полное, либо неполное апелляция. Я за то, чтобы мы не уходили от рецепции римского права, потому что вот четкое следование вот этим вот канонам, которые были выработаны тысячелетиями до нас, оно было бы намного правильным, вот с моей точки зрения. Мы же говорим сейчас об апелляции, а в чем революция? В том, что на апелляции нет смешанные признаки? Нет, конечно, есть что-то хорошее, но я-то выделяю проблематику, для меня это выделить проблемы и пути разрешения их. Поэтому я считаю, что... Спасибо большое. Евгений Александрович, позвольте еще вопрос. Я правильно понял, что вы полагаете, что если предоставить право апелляции отправлять дело в суд первой инстанции, это будет более эффективно, чем сейчас? Да. И да, и то есть в ситуации, когда суд не до конца уверен, что-то или видит там что-то не так, он скорее это решение засилит, нежели будет пытаться его как-то пересмотреть. Пересмотреть его сложно, вниз отправить невозможно, можно проще сказать, ну, в принципе, да. И он пойдет выше. Ну, в ситуации, если бы суд сомневался, и у него было бы... Апелляционно? Да, апелляционно. Да, если бы он сомневался, то если бы у него было право отправить вниз, он бы отправил. А сегодня он, скорее всего, засилит его. Можете не отвечать? Не, он засилит. Я бы сказал, засилит, он или не засилит. Это мое предположение просто. Просто я полагаю, что это было бы наиболее правильным, наиболее бы эффективным, это направление в суд первой инстанции. Поскольку, вот я уже объясняла, почему, потому что там и доказательства, и свидетели большинства и так далее. Такой важный аспект, потому что сейчас действительно апелляция, столько регионов, действительно, люди могут не приехать. Ну, вот исходя из этого. И то, что это противоречит как бы самой сути апелляции. Самой сути апелляции это противоречит. Вот если мы исходим в грехов права. Вот поэтому я так говорю. Спасибо большое за все выступления, Галландия Александровна. У нас буквально два доклада на сегодня, которые мы еще можем втистать в наш регламент. Я приглашаю к трибуне Тугутова Булата Анатольевича, доцента кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия, кандидата юридических наук доцента, с докладом обращения и взыскания на имущество как должника, как меры предыдущего исполнения. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Очень приятно мне находиться в стенах Бурятского госуниверситета. Особенно приятно то, что я выступаю, имея возможность выступать на родной земле. Пусть я представляю сегодня город Иркуз, Восточно-Сибирский филиал госуниверситета правосудия, но родом я из республики Бурятия, из Баргузинской долины, поэтому вдвойне, втройне мне приятно здесь находиться. Что касается сегодняшнего доклада. Как говорится, сила закона и судебного решения в его исполнении. Наверное, уже из тематики доклада понятно, что речь пойдет, скорее всего, о вопросах, которые возникают на стадии принудительного исполнения вступившего в законную силу судебных актов. Итак, федеральный закон об исполненном производстве, конкретно статья 64-68 данного закона, содержит обширнейший перечень как исполнительных действий, так и мер принудительного исполнения. И вот этот перечень, как в первом, так и во втором случае, он является у нас открытым. И, в частности, если мы будем говорить о статье 64-й закона об исполненном производстве, исполненные действия он называется, мы увидим то, что среди вот этих вот исполненных действий содержится большой перечень вот этих вот действий, которые совершаются судебным приставом исполнителям, которые так или иначе очень существенно зачастую затрагивают ряд конституционных прав граждан и юридических лиц, которые гарантированы нам Конституцией Российской Федерации. Так, например, да, есть такое очень неприятное и очень распространенное исполнительное действие, как арест имущества должника. Безусловно, это у нас исполнительное действие затрагивает такое конституционное право, как непрекрасновенность частной собственности, которая гарантирована нам статьей 35-й Конституции Российской Федерации. Введение временного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации – это ограничение права, конституционного права свободы передвижения. И такое исполнительное действие, как вскрытие жилых-нежилых помещений и вход в жилые помещения без согласия должника и проживающих лиц в этом жилом помещении – это, понятное дело, да, не посягательство, прошу прощения, это действие затрагивает право на неприкосновенность частной жизни должника и членов его семьи. В этом плане судебный пристав-исполнитель является у нас такой уникальной достаточно фигурой в российской правовой системе, которым, в общем-то, нет аналогов. Даже вот такие серьезные процессуальные фигуры, как суд, судья, прокурор, иные правоохранительные органы, они, по большому счету, в таком количестве и единолично, по собственному усмотрению, не принимают таких решений об ограничении конституционных прав граждан, как судебный пристав-исполнитель. То есть, допустим, тот же суд, да, прежде чем принять решение об ограничении какого-то конституционного права, неважно, в каком виде судопроизводство, пусть это уголовное, гражданское, административное, арбитражное и так далее, то есть он должен провести судебное заседание, оценить совокупность доказательств, которые предоставляются, да, у нас, значит, инициаторами этой процедуры, и только после этого принять соответствующее решение. Судебный пристав даже по исполнительным производствам, которые возбуждаются не по судебным актам, например, крупный исполнитель производства взыскания штрафов, то есть это производство, которое вытекает из административно-правовых отношений, налоговых правоотношений, и исполнитель документов в данном случае не является судебный акт, а акт налогового органа. Или же крупный штраф, допустим, административный, то же самое. Судебный пристав в рамках такого же производства, ему без разницы, на основании судебного акта возбуждено или же на основании иного исполнительного документа, он имеет право те же самые права, о которых я сказал, взять и самостоятельно по своему усмотрению ограничить. Вот таким вот образом. Теперь, что касается процедуры обращения взыскания, поскольку тема очень объемная, ни одну, наверное, диссертацию, в том числе докторскую, можно написать и защитить по этому поводу, я бы хотел сосредоточиться на таких моментах, как арест имущества должника и обращение взыскания на единственное жилое помещение, которое принадлежит должнику и членам его семьи. Так, значит, поработает, да, у нас влево-вправо двигаем. Ага, все. Значит, на слайде мы видим схему исполненного производства, систему, да, значит, в виде его стадии. Вот для чего выделено красным цветом по цифре 3 принудительное исполнение. Это центральная стадия исполненного производства, самая такая неприятная, самая, значит, наиболее проблемная, в рамках которых совершается максимальное количество исполненных действий и мер принудительных исполнений. И доставляется максимальное количество неудобств, так сказать, должнику и заинтересованным лицам. И обращение взыскания как раз является одним из центральных этапов вот как раз данной стадии. Значит, ну, вспомним, что такое мера принудительного исполнения. Во-первых, это действие, которое указано в самом исполненном документе, а также действие, которое совершается судебным приставом исполнителем в целях получения имущества с должника, а также денежных средств. Значит, в чем оно состоит у нас, да, от общего к частному движемся. Обращение взыскания у нас включает такие институты, как изъятие имущества должника, реализация как самостоятельная, так и принудительная. Кроме того, это подразумевает также передачу имущества должника взыскателю, если оно не было по каким-то причинам реализовано на торгах, либо по результатам самостоятельной реализации. Значит, арест имущества должника, как я уже сказал, это одно из наиболее таких сложных, да, с точки зрения процессуальной, на практике исполненных действий, которые вызывают у нас, ну, наверное, наибольшее количество сложностей на практике, как в практике органов принудительного исполнения, так и в ходе, например, осуществления надзора со стороны органов прокуратуры Российской Федерации. Арест у нас что предполагает? Во-первых, арест это у нас либо самостоятельные исполненные действия, либо это самостоятельная мера принудительного исполнения, которая может быть введена в отношении конкретного имущества должника, конкретным судебным актом. Во-вторых, арест всегда подразумевает собой что? Введение определенного специального ограничительного режима в отношении имущества должника для того, чтобы зафиксировать и в дальнейшем обеспечить интересы взыскателя в рамках вот как раз процедуры принудительного исполнения. И вид сроки ареста, они определяются самостоятельно судебным приставом исполнителям. Значит, на следующем слайде вы видите, коллеги, этап наложения ареста, да, значит, вот из него, кстати говоря, вытекает та проблематика, о которой я сейчас буквально несколько слов скажу. Первый этап, это всегда этап, который связан с вынесением процессуального решения, то есть конкретно постановления о наложении ареста. Без вынесения постановления у нас дальнейших действий по введению вот этого ограничительного режима какого-либо существовать не может. Во-вторых, очень важный момент тоже, да, который в том числе связан с неблагоприятными последствиями для должника в отношении имущества, в котором вводится данный арест, это объявление содержания вот этого постановления и неблагоприятных последствий неисполнения данного постановления вплоть до уголовной ответственности. И третье, это составление акта описи ареста. Какая проблематика существует у нас в жизни? Вот как раз она во многом связана с тем, что не все всегда правильно формулируют и выделяют вот эти вот этапы как раз наложения ареста. Во-первых, значит, как показывает анализ исполнительной, прокурорско-надзорной и судебной практики, далеко не все, как судебные приставы исполнителя, так и контрольно-надзорные органы правильно определяют момент начала действия ареста. Существует расхожее неверное мнение о том, что арест начинает действовать только когда составлен акт описи ареста. На самом деле на практике бывают массы ситуаций, когда акт описи ареста просто до него не доходит, грубо говоря. Значит, вот, пожалуйста, ситуация из жизни. Я сам в далеком теперь, наверное, прошлом работник системы органов принудительного исполнения, руководящей. Судебный пристав выявляется, допустим, на основании сведений из ГИБДД о том, что у должника есть собственность автомобильного Lexus, условно говоря. Хорошо, он приглашает от должника, говорит, слушай, Иван Иванович, вот у тебя есть Lexus. Есть у тебя такой? Да, есть. Вот у меня техпаспорт, вот у меня свидетельство о регистрации, вот у меня ключи. Слушай, хорошо, присаживайся, давай сюда. На компьютере выносит соответствующие данные, распечатывает, выносит постановление, подписывает его, вручает его должнику, тут же разъясняет ему последствия в виде возможности привлечения к уголовной ответственности по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации за растрату отчуждения вот этого арестованного имущества. Он говорит, все, понял, понял, расписался, расписался и говорит, значит, где у тебя автомобиль находится? Он у меня находится в гараже, когда ты сможешь его предоставить? Ну, договариваются, что, допустим, через 5 дней он пригоняет этот автомобиль для того, чтобы судебный пристав составил акт описи ареста с участием понятых, все как положено, с оценкой, да, предварительной возможности с участием даже экспертооценщика. Договариваются, вручают требования, проходит 5 дней, ни должника, ни машины. Тот звонит ему, значит, Иван Иванович, где машина? Ну, я заболел, я уехал и так далее. И это длится, эта песня, да, раз не пришел, два не пришел, три не пришел. Проходит там недели, две, три месяца, условно говоря. Ну, и, в общем-то, становится понятно, что должник, скорее всего, с этим Лексусом, ни сам, ни с этой машиной он и не придет. Потом, естественно, становится понятно, да, что он взял эту машину, угнал куда-нибудь в другой регион и, как это часто бывает, без, так сказать, документов, да, неофициально или же с составлением даже договора купли-продажи, но без перерегистрации в ГИБДД он берет этот автомобиль, продает. Вот, пожалуйста, актописи ареста не составлены. И что, должник у нас должен избежать, у нас, что ли, уголовной ответственности? Это же неправильно. Как минимум, это у нас страдает публично правопорядок, да, во-вторых, безусловно, интересы взыскателя, само собой. И поэтому в таких ситуациях, слава богу, что их, наверное, в меньшинстве случаев, да, потому что актописи все-таки у нас стараются судебные приставы составлять. Но, тем не менее, такие ситуации бывают, и они не редкость. Поэтому, коллеги, арест у нас как раз начинает действовать с какого момента? С момента объявления его обязанному лицу, должнику, либо третьим лицам, понятно, да, наша позиция. И поэтому, если актописи ареста не составлен, это далеко не значит то, что должник у нас может быть, скажем так, белым, пушистым и избежать любых видов ответственности, как административной, так и уголовно-правовой. Второй блок проблем, которые связаны с производством данного исполненного действия, это большое количество процессуальных нарушений, которые вытекают прямо из закона об исполненном производстве. Это связано, ну, например, очень часто не привлекают понятых, да, мы знаем, что не менее двух понятых у нас должны участвовать в совершении данного исполненного действия, бывает так, что в позднее время, может быть, да, или же не в позднее, но, тем не менее, где-то судебный пристав где-то не имел возможности, где-то, может быть, имел возможности, но не захотел привлечь тех же самых понятых. Это ошибки при составлении процессуальных документов. Очень часто у нас в постановление о наложении ареста попадают лица, которые на самом деле не являются у нас должниками, да, там, дату рождения перепутал, фамилия имущества совпадает, но по факту это у нас из документов вытекает, что совершенно иное лицо. Значит, тоже вбивают, допустим, не то имущество, которое описываю, да, там, марку машины, допустим, перепутали, индивидуальные характеристики жилого-нежилого помещения попали не те совершенно, да, то есть до юра у нас получается некое другое имущество, в отношении которого у нас принято решение о наложении ареста. Естественно, потом, если должник у нас утрачивает, отчуждает там или еще что-то делать с этим имуществом, и возникает вопрос о привлечении его той же самой уголовной ответственности по статье 312, ну, в данном случае, конечно, возникают сложности, потому что, как минимум, возникает вопрос, так это ж не то имущество, которое у нас было указано в том же постановлении в акте выписи ареста, да. И, кроме того, очень часто происходит у нас смешение понятия арест имущества должника и запрет на совершение регистрационных действий. Вот. Они, конечно, очень похожи во многом, да, потому что они ограничивают у нас правомочия собственника по отчуждению, да, как и по распоряжению этим имуществом, но это далеко не одно и то же. Ну, скажем так, запрет на регистрационные действия – это всегда составная часть ареста, но не в обратном порядке. Тем более, что к аресту у нас законом предъявляются, ну, такие повышенные требования, да, там, при сумме задолженности менее 3000 рублей у нас вообще арест, в принципе, нельзя накладывать. Запрет на регистрационные действия теоретически можно вынести даже, там, сумма задолженности 1 рубль, или 500 рублей, там, по административному штрафу. Вот такие у нас сложности возникают. Это что касается ареста. Второй блок, да? Регламент. Да, буквально, да, значит. Вы вернулись? Я выбился уже, да, за регламент. Значит, отдельного вопроса у нас заслуживает проблематика обращения взыскания на единственное жилье должника. В силу требований статьи 446 Гражданского партизального кодекса, единственное жилье и земельные участки под такими объектами, где проживают должники, члены его семьи, они обладают так называемым исполнительским иммунитетом. То есть нельзя на них обращать взыскания. Но при этом, значит, существует два очень авторитетных у нас судебных акта постановления Конституционного суда Российской Федерации. Причем первое у нас было вынесено еще в 2012 году, то есть 10 лет назад. Второе, это вот свеженькое, прошлогоднее. И оба этих постановления, если выжимку взять, оба они обязывают законодателя федерального, во-первых, внести изменения в 446-ю статью Гражданского партизального кодекса. И Конституционный суд что сказал? Право должника на неприкосновенность единственного жилого помещения не должно быть абсолютным. Особенно, что касается так называемых ВИП-должников. Допустим, Москва. Живет у нас должник на Кутузовском проспекте, в квартире стоимостью 300 миллионов рублей. Сумма долга 2 миллиона рублей. Он говорит, ребята, а у меня нет ничего, ну да, у меня вот, ну да, это квартира 300 миллионов, ну вот оно единственное жилье, и вы не имеете права ничего делать. Конституционный суд что сказал? Конечно, да, это единственное жилье, но данный вопрос необходимо решать из реальной потребности должника в обеспечении его минимальным каким-то жильем, да. Поэтому судебный пристав, ты можешь обращать взыскание на такое имущество, реализовывать его, разницу, пожалуйста, возвращаем должнику, ну и пусть он дальше, ну вот эти вот, так сказать, 200 с лишним миллионов приобретает себе другое жилье. Второй момент, да, в другом постановлении Конституционный суд что сказал? Если у должника нет другого жилья, кроме того, в отношении которого мы хотели бы обратить взыскание, пожалуйста, с привлечением органов местного самоправления государственной власти можно решить вопрос о заключении договора социального найма, чтобы человек, грубо говоря, у нас не остался на улице. Поэтому такое пожелание, поручение федеральному законодателю, оно имеет место быть. Безусловно, конечно же, да, особенно стоя на стороне добросовестных взыскателей, я, конечно же, поддерживаю позицию Конституционного суда Российской Федерации и считаю, что действующая редакция 446 ГПК, она требует изменения дополнений. Кроме того, как следствие, это должно повлечь изменения в жилищном законодательстве, конечно же, да, что касается заключения социального найма, возможно, использование маневренного фонда какого-то при обеспечении должника таким вот жильем. Ну и, собственно говоря, целый пакет, я думаю, под законных нормативных актов тоже должен быть принят в исполнении вот этих вот изменений и дополнений. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием я отвечу. Я понял, понял, да. Безусловно, если вносить изменения, 446-ю статью ГПК и другие, да, федеральные законы, конечно же, очень подробно необходимо подходить к процедуре, во-первых. Во-вторых, я же здесь все-то как бы из-за регламента не озвучивал, да, мы вот отдельно, прямо у нас круглый столб по этому поводу был. Я понял, да. Вопрос об обращении взыскания на конкретное жилье конкретного должника, естественно, должен рассматриваться индивидуально. Более того, я скажу, что мое мнение, что вопрос об обращении взысканий, он должен рассматриваться в отдельном судебном заседании, чтобы каким-то образом оградить. Ну, судебный пристав же тоже, можно сказать, может быть же и ангажирован прямо так вот, да. Поэтому отдельное судебное заседание, это как дополнительная процессуальная гарантия того, чтобы у неимущего, скажем так, да, забрали последнее вот это вот. А другое дело, если вот у нас в Иркутске, допустим, конкретное производство, на Байкальском тракте человек живет, у него там шикарный коттедж, примерно представляете, да, стоимость там какая. Одна жена, один ребенок, значит, стоит Геленваген, который тоже, ну, формально не его. Он говорит, ну, ребята, извините, вот, сумма долга там каких-то 10 миллионов рублей. Да, я понял, я поддерживаю, конечно, безусловно, здесь нельзя вот так вот огульно, с проработкой индивидуально. Спасибо за вопрос, за ремарку. Спасибо. 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 я понял ну я же говорю здесь помимо вот этих вот внесений в основные нормы да еще требуется и дополнительно право регламентация как минимум там на уровне подзаконных актов и в отношении всех подряд конечно этого делать нельзя ну тот же самый должник куда вот этот вид должник на кутузовском проспекте на байкальском тракте так далее ну понятно что тебе неудобно в данном случае должник у нас претерпевает определенные последствия от своего противоправного в том числе поведения правильно если 8 предусмотреть возможность что его там не переселять куда-то там заполярный круг до в пределах кореала его обитания ну а а ну а почему нет конечно я считаю что это взаимосвязанные вещи тому собой да да конечно вы имеете ввиду если нет ничего кроме единственного жилья имеете ввиду или вообще ничего нет нет есть и совсем ничего нет то судебный пристав просто может окончить без исполнения выносит и возвращает исполнительный документ за искателю он его через полгода может заново предъявить уже процедура она есть она прописана в законе у нас огромное количество производств которые оканчиваются без исполнения ну да к сожалению ну и это конечно там является есть время для злоупотребления спасибо за вопрос другой вопрос я услышал там вы про арест рассказывали никогда про это не думал мне кажется вот это чрезмерное требование составление какого-то описи вот зачем нужны понятые я поняла понятые про обыски или про свидетельство там человека на на опьянение зачем тут он что они должны удостоверить что пристав сам не может убедиться что это имущество должника ну вот про автомобиль рассказать но в конце концов он ошибся понятые это чего тут делают вот что они должны удостоверить спасибо большое за вопрос ну мое личное мнение здесь в данном случае полагает законодатель страхуется во-первых да это все таки затрагивает как я уже сказал пенсионное право на неприкосновенность частной собственности во вторых вот арест ну из моей там в том числе практики служебные это одно из самых таких конфликтных исполненных действий особенно когда например производится первоначальная вот эта оценка у нас же фиксируется стоимость в том числе имущество и далеко не всегда у нас тот же должник если он участвует при совершении этой исполненной действии он ну поддерживает приставы да и так далее так далее плюс бывает так что у нас помимо вот чисто процессуальных моментов могут совершаться какие-то попутные вот эти вещи там тот же самый конфликт он может вырасти в применении насилия в отношении того же судебного пристава исполнителя и понятые они являются так сказать дополнительными свидетелями того что судебный пристав он совершил все действия в точном соответствии с законом об исполнении или наоборот там да скажем так и же потом очень часто в судебных заседаниях когда у нас оспаривается законность наложения ареста в том числе иногда приглашают у нас понятые как свидетели для того чтобы то есть а вы были вообще не были да вы в квартиру то заходили или вы там на улице стояли курили вам судебный пристав потом подошел подпишите пожалуйста здесь конечно по параллели с уголовным процессом проводить то нельзя само собой да но тем не менее в каких-то моментах это перекликается особенно когда например происходит вскрытие жилого помещения и туда судебный пристав заходит как раз с целью наложения ареста на имущество должника и вы вот практически каждый второй арест в том случае он оспаривается в суде и приглашается у нас то эти понятые и вот как бы устанавливаются эти вот моменты собственно имущество более поля стул холодильник если там помещение туда вообще зачем ходить ну посмотрел в реестре арестовал и послал ну понятно там ситуация тоже бывает у нас же очень много вот этих хитромудрых должников которые знают что посещение особенно безволие да принудительно вскрытие жилых помещений это крайняя мера на нее ну приставы идут очень неохотно потому что знают что это будут жалобы это будут суды там возможно заявление в следственный комитет там прокуратуры и так далее да вот поэтому стараются избегать и поэтому многие должники особенно которые злостники так называемые да там они постоянно являются клиентами службы значит они постоянно являются должниками там по различным категориям производства они берут просто вот это более-менее то что можно спрятать они берут все в квартиру тащат чтобы и все и поэтому зачастую вот этот визит принудительно так сказать да судебного пристава в жилое помещение должника он является ну последнее наверное что ли возможности что-то зафиксировать и получить пользу заскателей что что заявление заявление на пристава ну бывает конечно очень часто да на предмет например там 286 статьи превышения должностных полномочий злоупотребления ну вот анатолич давайте мы вас отпустим потому что видимо вас не хотят отпускать да я буду рад кулуарно и завтра тоже пообщаться да я чувствую там есть вопросы но завтра на Байкале да спасибо заключительное заседание там поэтому дорогие участники у нас последний доклад на сегодня дистанционно приглашается колосов Александр Викторович доцент кафедры международного права и сравнительного правоведения юридического института Иркутского государственного университета кандидат юридических наук с докладом базы данных биологии базы данных биологической информации по законодательству Российской Федерации и зарубежных стран современное состояние и перспективы развития Александр Викторович вам слово добрый день уважаемые организаторы участники конференции благодарю вас за приглашение возможность выступления на столь крупном научном мероприятии сразу перейду к теме своего выступления в условиях становления информационного государства и общества информация приобретает все большее значение интенсивное информационное развитие привело к тому что информация стала занимать одно из первых мест в областях в различных областях человеческой деятельности обилие источников информации легкий доступ к ним обуславливает явную необходимость тщательного правового регулирования вопросов хранения защиты и способа передачи информации в связи с возросшим объемом информации наиболее остро стал вопрос связанный с систематизацией и сохранением данных и с целью структурирования и непосредственно выявления информации определенной предметной области создаются базы данных российский законодатель определяет что базы данных является представленной в объективной форме совокупность самостоятельных материалов которые систематизированы таким образом что эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронно-вычислительной машины Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает что базы данных относятся к составным произведениям в отношении которых действуют нормы авторского права и смежных с авторским правом в интересах более глубокого изучения данного термина обратимся к зарубежной практике и к законодательству зарубежных стран единообразное понимание регулирования данного вопроса обусловило принятие Европейским Союзом специальной директивы которая так и называется о базах данных именно в данной директиве определено что база данных это совокупность самостоятельных произведений данных материалов которые расположены систематическим образом и индивидуально доступны электронным либо иным средствам подобный термин взят странами Европейского Союза за основу напомню это 27 европейских стран которые входят в Европейский Союз и уже более детализируются конкретизируются именно в национальном законодательстве данных стран например если мы обратимся к практике франции французскому кодексу интеллектуальной собственности мы с вами увидим что базы данных это набор работ данных независимых элементов которые методично составлены и доступны с помощью электронного средства устройства либо иных средств если мы обратимся к законодательству ФРГ мы увидим что под базы данных там понимают некую коллекцию которая образована систематически методичная элементы которые доступны индивидуально либо с помощью электронных средств либо других устройств то есть как мы видим законодательно термины в законодательстве стран Европейского Союза крайне близки очень похожи между собой и они согласуются с директивой Европейского Союза то есть подобная практика на самом деле присутствует для того чтобы сблизить законодательство европейских стран и создать схожее правовое регулирование интересен опыт Соединенных Штатов Америки дефиниция в рамках законодательства США в принципе похожа однако особенностью является то что базы данных на территории Америки могут быть защищены авторским правом только если они представляют собой компиляцию что же понимается под компиляцией под компиляцией понимается сбор материалов который отбирается таким образом что полученная работа в итоге представляет собой авторское оригинальное произведение то есть таким образом группировка информации должна обладать оригинальностью и должен присутствовать некий творческий подход данная концепция была подтверждена и судебной практикой например решением Верховного Суда Соединенных Штатов Америки который постановил что информация к примеру содержащаяся в телефонном справочнике представляет собой просто совокупность фактов без какого-либо творческого подхода поэтому авторской защиты не обладает подобный прецедент по сути изменил всю практику которая присутствует на территории Америки то есть если раньше разработчики баз данных имели возможность защиты своего авторского права исходя из того что они приложили особые большие усилия для того чтобы создать данную базу теперь же для создания подобной компиляции необходима креативность что интересно даже в прецедентной практике появился такой своеобразный термин на английском языке он звучит как sweat of the brow то есть если перевести так очень грубо на русский язык это пот на бровях либо работать в поте лица то есть теперь вот этот критерий больших усилий то есть работы в поте лица благодаря решению Верховного Суда США не расценивается как критерий который обладает возможностью защитить авторское право непосредственно лица который обладает некой базы данных тем самым сравнивая американское и европейское право можно прийти к выводу что несмотря на схожесть терминов несмотря на наличие возможности защиты авторского права в данной области тем не менее директива Европейского Союза предполагает большую возможность для защиты прав лиц, которые разрабатывают базы данных, потому что там предусмотрена также и защита, если в рамках подобной базы внесены определенные коррективы, либо определенные инвестиции на получение, проверку, либо представление содержимого базы без учета оригинальности. То есть директива Европейского Союза учет оригинальности в качестве критерия не определяет. И таким образом, по сути, естественно, граждане Европейского Союза, которые формируют подобные базы данных, они обладают большим перечнем прав. Проанализировав различные подходы к пониманию базы данных, мы можем прийти к определенному выводу, какие же есть признаки. Ну, во-первых, это определенная информация. Во-вторых, это информация, которая содержится в базе и имеет определенные элементы и определенным образом систематизирована. И третий момент, база данных, она может храниться и обрабатываться с помощью вычислительных средств, а также иных средств, независимо от их формы выражения. И вот тут следует подчеркнуть, что российский законодатель предусматривает возможность обработки и хранения информации только с помощью ЭВМ. То есть, таким образом, архивы, библиотеки, картотеки и так далее по российскому праву к базам данных не относятся. База данных представляет собой сложный объект. И, конечно же, ситуация крайне осложняется, когда основу базы данных составляют биологические данные, которые получены на основе биоматериалов из живых организмов и их продуктов. Подобные базы могут содержать, соответственно, различного рода образцы клеток, органов, ДНК, тканей и другие материалы. То есть, данная биологическая информация крайне важна и она действительно помогает решать даже сугубо практические вопросы. Например, собранные биоматериалы в базу данных могут рассказать об уровне иммунитета, наличии инфекционных заболеваний, особенности апробации новых лекарств в рамках страны, так и конкретного географического региона. В законодательстве разных стран, а также в научной литературе встречается такое понятие, как биобанк, как некое хранилище биоматериалов. И закономерно, конечно же, возникает вопрос о соотношении терминов биобанк и, соответственно, база данных биологической информации. Под биобанком следует понимать как некое учреждение, которое осуществляет прием, хранение и обработку биологического материала, а также связанные с ними данные. Таким образом, биобанк представляет собой, с одной стороны, коллекцию биологических материалов, с другой стороны, связанную с этими коллекциями информацию, которая представлена в виде базы данных. То есть, таким образом, из этого следует, что биоматериалы являются источником информации, которая находит свое закрепление в базе данных биологической информации и служит основой для дальнейших исследований. Однако в Российской Федерации и в законодательстве России существует некое противоречие. Если мы с вами истолкуем нормы приказа Минздрава 2017 года о биобанках, то мы с вами придем к выводу, что понятие биобанка, в соответствии с нашим законодательством, не включает понятие информационного аспекта, что в международной практике и европейской практике явно является обязательным элементом. И совершенно иное положение содержится в федеральном законе о государственной геномной регистрации в Российской Федерации, где предъявляются особые требования к учету геномной информации как части федерального государственного биобанка. Подобные разночтения, наличие большого количества самых разнообразных синонимичных понятий, такие как биохранилище, биодепозиторий, биологический депозиторий, еще больше усложняет понятие терминологии и особенности правового регулирования. И решением, конечно же, понятийной проблемы следовало бы, наверное, предусмотреть создание некого глоссария. Одной из проблем для законодательств России и зарубежных стран является как раз отсутствие необходимого правового регулирования. Существуют лишь отдельные акты, которые затрагивают данный информационный аспект. К примеру, если мы говорим о хранении крови и органов человека, есть отдельные федеральные законы о донорстве крови, а также о трансплантации органов. Если мы говорим о доноре как о субъекте, которого также необходимо учитывать в плане соблюдения его информационных прав, мы должны обратиться к федеральному закону о персональных данных, об информации, информационных технологиях и защите информации. Зарубежное право аналогично. Оно не содержит какого-то разработанного законодательства, которое бы предусматривало всю подобную терминологию и особенности правового регулирования. Также предусмотрены отдельные акты в тех или иных областях, которые лишь отчасти регулируют данный информационный аспект и непосредственно вопросы создания базы данных биологической информации. Небольшие коррективы были внесены в 2018 году на территорию Европейского Союза, когда был принят общий регламент по защите персональных данных. И вот одной из задач регламента являлось создать дополнительные условия для сохранности генетических, биометрических и медицинских данных, которые могут являться основой базы данных. Таким образом, подводя итог, проанализировав российское и зарубежное законодательство, можно прийти к выводу об отсутствии какого-то комплексного единого правового регулирования к формированию законодательства о базе данных, что подобные базы действительно являются важным инструментом, который позволяет анализировать разнообразные данные, помогать с болезнями, борьбе с болезнями, конечно же, разработкой новых лекарств, обнаружением генетических заболеваний, решением иных вопросов, различных аспектов жизнедеятельности человека. И как раз создание общей терминологии базы, внесение изменений в отдельные документы с целью их корректировки, принятие новых актов с учетом как раз уже современных реалий, будет способствовать правовой определенности и стабильности правоотношений в области как раз функционирования базы данных биологической информации. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание, буду рад ответить на вопросы, если таковые имеются. Добрый день, уважаемые участники. Добрый день, уважаемый Александр, я просто туда смотрю, потому что у вас тут видно, могу туда смотреть. Вот вы здесь очень много сказали о том, что, я так понял, вы говорите об охране баз данных, да, и приводите в начале своего выступления, вы привели пример, в виде того, что, в принципе, у Америки и у западных стран более все как-то систематизировано, да, по сравнению с нами. Но, к сожалению, практика показывает, что вот это именно их база данных всегда, вот я как гражданин, да, как обыватель говорю о том, что всегда в СМИ появляется информация о том, что именно вот база данных Америки куда-то уплыла, база данных там с стран Европы куда-то там опять везде ее где-то, что-то ее, все знают, что все персональные данные граждан Америки там где-то плавают, да. Вот вы сейчас вот нам пример их ставите, а вот у нас почему-то другое впечатление складывается. Спасибо. Вот ответьте мне на вопрос, все-таки, даже если у нас там, может быть, не все так структурировано, да, как у них хорошо, но, по крайней мере, у нас наши данные, так скажем, да, под хорошим замком, что ли, более как-то надежно. Спасибо. Благодарю вас за интересный, конечно, вопрос. Действительно, аспекты защиты и охраны подобного рода информации являются, по сути, камнем преткновения для всех стран, не только для Российской Федерации, но и для Соединенных Штатов Америки и Европы. На примере, если мы говорим о европейских странах, вот как раз они и попытались решить эту проблему с охранностью таких данных. Данная проблема явно существует, особенно в связи с таким крупным образованием, как Европейский Союз, потому что у них существуют общие, единые базы по самым разным направлениям информации. И для того, чтобы обеспечить сохранность, специально был придуман как раз этот общий регламент 2018 года, который позволил и обеспечить эту сохранность. То есть они только нарабатывают эту практику. Если мы обратимся к практике США, они очень долго не могли понять, что вообще является базой данных. То есть у них существует разнообразные прецеденты. Мы с вами знаем, что как раз прецедентная практика является одной из основных в плане правового регулирования данных отношений. И вот относительно недавние они только пришли к выводу о том, что подобная база для того, чтобы иметь возможность защиты, должна иметь характер компиляции. То есть, например, если я составлю огромную базу президента Соединенных Штатов Америки и как-то характеризуя их, это не будет базой данных являться по законодательству Америки. А вот если я составлю 10 лучших президентов Америки, и данная база будет иметь гораздо меньший объем, подобная база будет как раз подпадать под охрану как раз авторского права на территории США. В Российской Федерации, конечно же, есть тоже определенные проблемы, которые присущи в области сохранности базы данных. Конечно, у нас отдельные правовые акты регламентируют довольно, ну, наверное, так, разносторонний данный аспект, но все равно существует определенная проблематика, даже банально терминологическая. Потому что, чтобы понять, что такое база данных, нужно самостоятельно просто проанализировать разные законодательства. А уж если мы говорим о базе данных биологической информации, тем более потребуется анализ различного рода приказов Минздрава. Потому что у нас нету даже такого четкого понимания. А биометрические данные, куда их отнести, являются ли биоправа человека, действительно, современными правами человека обладаем ли мы ими с вами, и можно ли их как-то охранять. То есть это вот в том числе терминологическая проблема, которая пока еще, к сожалению, не решена. Но в плане сохранности, да, действительно, у нас, наверное, в большей степени это регулируется. Ну, Александр, большое спасибо. Я понимаю, что вы на эту тему пишете, я так понял, какую-то свою диссертацию, да? Вы очень глубоко это знаете. Но я как просто, как обыватель вам этот вопрос задал. Но опять-таки, через некоторое время мы, наверное, в СМИ услышим, что российские хакеры вскрыли базу данных Америки. Ну, вот буквально вчера прозвучало интересное... Возвращаемся. То есть наше-то немножко, как сказать, вы нам в пример их ставите, а мы все-таки, видите, патриоты здесь находимся. Нет, я никоим образом не пытаюсь каким-то образом, так сказать, принизить нашего законодателя, тем более нормы нашего права, лишь для сравнения. Действительно, может быть, выработки каких-то более таких вот рациональных способов регулирования данных правоотношений явно требуется анализ. И, возможно, действительно, в каких-то аспектах мы явно выигрываем в этой области. Спасибо за ваш интересный вопрос. Позвольте мне тоже реплику я. По поводу утечки. Я такое в последнее время читаю. Яндекс 200 тысяч ушло. Сбербанк ушло. Да, вот это что-то в основном слушаю. Я не знаю, как там у них, у нас постоянно улетает. Мне кажется, наша база данных, наша вот эта вот сохранность, конечно, раздавать всем подряд на аэропаспорт не надо. Ну, и наивно полагать, что эти данные кому-то недоступны, ну, нельзя, мне кажется. Ну, сами понимаете. Вот вчера такая была история, когда в отеле дайте паспорт для копии. Коллега говорит, а есть альтернатива? Она говорит, да, есть. Вручную запишем. Ну, в любом случае, ты базу дашь все равно отдашься и паспортные данные. Поэтому, мне кажется... На каждом шагу у нас что требуют постоянно. Да. Другое дело, вот насколько это все необходимо, и насколько вот этим мы постоянно пишем, какие-то согласия на распространение своей информации, мне кажется, это уже совершенно неработающий механизм абсолютно, потому что альтернатива, ну, хорошо, пришел в больницу, я не дам, ну и что? Значит, ты не получишь услуги, я так понимаю. Ну, еще можно совсем какую-нибудь глупость сказать, ну, пойдем оспорим в суд. Ну, это уж совсем. А по поводу базы данных, кстати, я не знаю, вот, ну, вы, наверное, изучаете, у нас еще, по-моему, в 99-м году или с 2000-м у нас были споры, причем судебные, когда газеты оспаривали, помните, такая программа телепередач, это же был такой важный маркетинговый ресурс. Если в газете есть эта программа, она покупается. Нет, ее никто не покупал. И ведь тогда в суде уже тогда было доказано, что там нет творческого подхода. Другое дело, что, и то же самое было с расписанием электричек, они когда продавались в этих, в Роспечати, да, тоже сначала был такой вопрос, там есть, нет творческий характер. Другое дело, что вот, мне кажется, аналогия с тем, что вы говорите, в основе, смотря что лежит. Потому что ведь, ну, расписание составляли, как говорится, тоже чем-то ведь думали. Но думали ведь не о базе данных, а думали о том, как поезда, вот, они должны там определенное время приходить, уходить. Поэтому у нас, на самом деле, практика-то такая давно есть. И уже больше 20 лет это точно. Вот. Ну, вот такая у меня просто реплика. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое всем, кто участвует в обсуждении. Уважаемые участники конференции, на этом мы свою повестку исчерпали. Не все доклады, к сожалению, были заслушаны, но у нас еще есть возможность выступить в печатной форме, да, будет такая возможность. Для подведения итогов я хочу передать слово Светлане Владимировне Доржиевой. Уважаемые друзья, мы сегодня очень плотно поработали и даже вышли за пределы регламента, но только для того, чтобы выслушать доклады тех участников, которые настоятельно просили сегодня, да, слова. И мы рады, что все-таки у нас сегодня почему-то сбой электричества, произошел авария на Государственской ГЭС, а мы, тем не менее, да, успешно работаем, всех выслушали. Всем большое-большое спасибо, спасибо нашим студентам. До обеда у нас была небольшая часть магистрантов и бакалавры, сейчас подошли к нам магистранты, и многие из них работают, поэтому, конечно, многие доклады вызвали интереснейшие тоже вопросы, на которые, я думаю, все получили ответы. Будет издан сборник, и кроме этого, я не прощаюсь с участниками конференции, поскольку завтра у нас будет заключительное заседание, и кто еще не выступил, в том числе и с нашей кафедры, думаю, мы завтра еще продолжим. Всем желаю удачи, успехов и всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо.